Вот такой вид на гору Баберган открывается из окна пиво-безалкогольного комбината Шульгинский. Гора будто наблюдает за тем, как готовят более 10 видов напитков. Комбинат находится в одном из живописнейших мест Алтайского края, в селе Шульгинлог Советского района. 80% производимой здесь продукции напитки безалкогольные. Местные сотрудники гордятся квасом и лимонадами. Я непосредственно изготавливаю квас и лимонады. Значит, изготовление кваса происходит на натуральном сырье, так же, как и лимонады. Мы считаем, работаем без химических добавок. Процесс изготовления сопровождается окончательной фильтрацией и карбонизацией напитков, потом уже доведение до конечного потребителя. Шульгинский комбинат – предприятие «Молодое», работает с 2016 года, но это не мешает его сотрудникам делать по-настоящему качественные продукты. Когда говорят, что используют только качественное сырье, избегают химические добавки, не лукавят. В основе всех напитков только артезианская вода. Вода, то есть ее состав, получается, влияет на качество выпускаемой продукции. То есть от воды зависит всегда многое, а у нас она очень хорошая, то есть это битьевая наша артезианская вода, свежая салтая. У нас расположены скважины на территории нашего предприятия. Да, вода наша, то есть первую свою очистку проходит сквозь водоносные пласты горные, а далее проходит фильтр грубой очистки. То есть она не нуждается в дополнительных каких-то там умягчениях, улучшениях или каких-то очистительных сооружениях. В этом году наша вода свежесть Алтая по решению управления пищевой промышленности Алтайского края нам присудили товарный знак «Плюс сток здоровья Алтайские продукты». Мы считаем, что это наше достижение именно в этой области, потому что мы горды носить этот знак. Знаете ли вы, сколько человек нужно, чтобы наполнить вот такую бутылку? Четверо. Здесь эти бутылки готовят, их моют и ставят на конвейер. После они двигаются вперед, моются внутри, здесь наполняют водой и закрывают крышками. Чуть дальше бутылки надевают, надевают в пакеты, сразу в бак. Потом эти бутылки двигаются вперед, где на них надевают последние этикеты. На Шульгинском комбинате особое внимание не только к качеству, но и к социальной сфере. Добрых дел в их копилке почти столько же, сколько разливают воды. Кстати, на подготовку одной 19-литровой бутылки к продаже тратят всего минуту. Комбинат помогает местной школе, спонсирует баскетбольную команду села Советского. Ежегодно проводит чемпионат «Свежесть Алтая» по хоккею с мячом в Новосибирске. Отдельное внимание – поддержки своих сотрудников. На предприятии трудится порядка 72 человек. В основном все – это высококвалифицированные специалисты, в которые предприятие периодически вкладывает в их обучение, развитие и заинтересовано, чтобы они остались работать у нас и на селе. В наши дни вообще очень сложно найти работу молодым специалистам. Я пришла сюда сразу после института, и это предприятие не только меня обучило всему, но еще дало возможность поехать на обучение в другой город. Я там узнала много нового, начиная от микробиологического, химического анализа. Молодые специалисты Шульгинского комбината с завидной регулярностью ездят в Санкт-Петербург на форумы и семинары. Это помогает сделать их продукт максимально качественным. Всего работает 4 цеха. Треть от общего числа рабочих приезжает сюда из Бийска на служебном автобусе. Времени на дорогу не жалеют, главное – заниматься любимым делом. Это, конечно, организация и планирование. Это четкое выполнение технологических карт, всех рецептур. Это соблюдение санитарии на высшем уровне. Это что напрямую влияет на качество продукции. Мы осуществляем входной контроль, проверяем все, что поступает к нам на завод. И также проводим проверку всего, что изготавливаем на заводе. Мы даем, получается, разрешение лить, продавать или нет. Напитки все время совершенствуют. Шульгинский комбинат регулярно участвует в конкурсах и фестивалях. Уже собрали массу наград. Салтофеста, например, без призов еще не уезжали. И все для того, чтобы покупатель был доволен. И он доволен. В интернете о Шульгинском комбинате отзывы только положительные. Классные напитки, когда есть возможность, там берем. Лучшие настоящие напитки сделаны профессионалами. Напитки – огонь. И дегустационный зал оформлен атмосферно. Вообще, говорят, что все дороги ведут в Рим. На Шульгинском комбинате все гости неминуемо окажутся здесь, в дегустационном зале. Тут мы как будто попадаем в рассказы Шукшина. И со стен на нас тоже смотрит Василий Макарович. Дегустационный зал оформлен в духе шукшинского времени, потому что в 1972 году здесь в Шульгинлобе снимали фильм «Печки-лавочки». В этом зале всегда ждут гостей. Нам рассказали, что попасть на экскурсию по Шульгинскому комбинату может любой желающий. Главное – предупредить об этом заранее. Здесь же можно попробовать напиток, который скоро будут пить в Китае. Контракт на экспорт уже заключен. На комбинате готовятся к производству, чтобы и в Поднебесной смогли оценить продукцию, сделанную под наблюдением горы Бабырка. Тария Демиле, Андрей Печоркин. Специально для телеканала «Толк». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова